Вариант 10. В наши дни очень популярен здоровый образ жизни. Что нужно делать для того, чтобы сохранить здоровье? Надо правильно питаться, есть полезную пищу, регулярно делать физические упражнения и, конечно, необходимо отдыхать. Важно так организовать отдых, чтобы наш организм смог восстановить силы после учебы и работы. Если соблюдать все эти условия, человек сможет сберечь здоровье. Что такое правильное питание? Необходимо есть мясо, достаточное количество фруктов и овощей, в которых много витаминов. Для организма полезно также пить много воды. Нельзя есть очень много вредно-жирная, очень соленая, острая и сладкая пища. Нашему организму необходимо физические упражнения, поэтому очень полезно делать утреннюю гимнастику. Не обязательно каждый день ходить в спортзал, можно ежедневно ходить пешком, гулять на свежем воздухе. Нужно помнить и о том, что организм человека должен отдыхать от умственного и физического труда. Отдыхать можно по-разному, кто-то читает книги, кто-то ходит в кино и на концерты, посещает выставки. Многие отдыхают в лесу или у моря. Библиотеки всегда играли важную роль в жизни людей. Там хранилось культурное наследие человечества. Библиотеки были центрами науки и искусства. Первые библиотеки появились на Древнем Востоке примерно до 1500 гг. до н.э. В них были собраны глиняные таблички, на которых при помощи палочек писали специальными знаками. Много библиотек было в Древнем Египте, в их числе крупнейшая библиотека древности в Александрии. Она была создана в III веке до н.э. Сегодня библиотеки есть почти в каждом городе поселке. Школы, университеты и крупные организации часто имеют свои библиотеки. В современной библиотеках можно найти книги, газеты, исторические документы, ноты, карты, микрофильмы, CD и DVD-диски. Библиотекари помогут читателям найти нужную информацию. Для работы с библиотечными ресурсами имеется читальный зал. Это тихое и удобное место для читателей. В некоторых библиотеках также можно получить доступ к электронным ресурсам и интернету.